Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru, с вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске главные события середины марта. Анонс состава Анжи, патч 7.0.3, интервью с игроками, а также многое другое. В эту пятницу стало известно, что сразу три игрока коллектива Каманчи переходят в Анжи. А ЛТВ, Чуваш и Миша присоединились к хвосту и будут представлять киберспортивное отделение известной команды. Анжи уже приглашены на Кубок Москвы по киберспорту в рамках Кубка России. Впрочем, принять участие в этом турнире может любой желающий. Всю необходимую информацию вы найдете в описании. Также на этой неделе выпустили довольно значимое обновление основного клиента игры. В 7.0.3 фиксам подверглось большое количество героев и некоторые предметы. Был введен новый интерфейс Кэптонс Мода. В него добавлен Манки Кинг, переработана модель Джакира и наконец-то появилась Аркана на Джиггернаута. Комьюнити сошлось во мнении, что патч делает доту менее динамичной. Также большинству игроков не понравилась Аркана, что породило целую череду мемов. В Valve даже пришлось выпустить еще один стиль для нее, чтобы немного успокоить сообщество. Посмотрим, как часто мы будем видеть эту Аркану в играх. Полную информацию обо всех обновлениях вы всегда найдете на нашем сайте. Череда турниров продолжается. Совсем скоро стартует Дота Азия Чемпионшип. В ближайшие несколько дней у нас на канале появится второй выпуск Дота Топ, посвященный этому турниру. Прямо сейчас идут китайские квалификации на Манила Мастер. Их победителя мы узнаем во вторник, 22 марта. Также были анонсированы новые сезоны Дота 2 Профессионал Лиг и Дрим Лиги. И если в первом турнире будут сражаться исключительно китайские коллективы, то во втором своей игрой нас порадуют более 10 европейских и североамериканских команд, среди которых Natus Vincere и Virtus.pro. Призовой фонд Дрим Лиги – 175 тысяч долларов. К другим новостям. Совсем недавно Valve анонсировали конкурс косплея на The International 2017. Самое интересное в этой новости то, что косплееров приглашают в Сиэтл, а это значит, что главный турнир года будет проходить именно там. До мейджера еще достаточно времени, но визовые сложности уже начались. Проблема филиппинцев из TNC в том, что в их государстве нет украинских посольств. Чтобы оформить визу, им нужно ехать во Вьетнам, Индонезию или Малайзию. Надеемся, что у TNC все получится, и в апреле мы сможем увидеть их на турнире в Киеве. На этой неделе ряд профессиональных игроков пообщались с журналистами различных изданий. Лил из Virtus.pro в интервью пояснил, что не считает себя провокатором. «В отличие от ребят, с которыми меня сравнивают, я всегда думаю, что говорю. И говорю, что думаю и чувствую в данный момент», – пишет Илья. Он также считает, что главными оппонентами для Virtus.pro в Киеве станут Evil Geniuses, потому что это команда, которая всегда может удивить. Генеральный директор Natus Windsor Евгений Золотарев рассказал, что новый состав они подбирали по человеческим характеристикам, а потому на квалификациях у них не было конфликтов и проблем. То же самое было и после проигрыша Virtus.pro, потому что Na'Vi понимали, что оппоненты были объективно сильнее. KPI из Newbie рассказал, что его коллектив сейчас активно тренируется, анализирует оппонентов и их игровой стиль. Китайская же Dota ориентируется на командном взаимодействии, и это можно заметить даже в пабах. Что ж, посмотрим, чем команды смогут удивить нас на ближайших турнирах. Надеемся, что они быстро смогут адаптироваться к незначительным изменениям нового патча. Это были новости Dota2.ru. Хотите больше подробнее и с картинками? Заходите на наш сайт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий.